Всем огромный привет! Сегодня я вам покажу свой заказ с китайских сайтов RomVishen, если я правильно называю. Мне пришло 5 вещей, 4 рубашки и 1 черные рваные джинсы. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Заказывая вещи с китайских сайтов, вы всегда рискуете получить не то, чего ожидаете. И своего рода это всегда игра в рулетку. Поэтому я заказала 4 почти одинаковых рубашки в надежде на то, что хотя бы одна мне понравится. И это случилось! Ура! Вот эта рубашка села на меня просто идеально. Она голубенькая. Мне понравился и цвет, и ткань. Она не пахнет. И здесь она на заклёпочках. Здесь вот такие вот рукава тоже тут заклёпки имеются. И можно их также ещё вот так вот подогнуть. Короче, вот эта рубашка мне очень понравилась. Она на меня прям идеально села. А ещё мне понравилось, что эта рубашка не короткая, а такой длины, как раз какой я и хотела. Далее вот такая полосатая рубашечка. Мне понравилось, что здесь открытые плечи. Я давно такую хотела. Здесь вот такие вот банты шикарные. Я думала, конечно, это будет немножко по-другому смотреться. Но ничего, мне понравился ещё вот этот воротник такой красивенький. И рукава здесь на пуговичках. Вот так это выглядит. Ткань не тянется. Это хлопок, я думаю. И она, кстати, немножко просвечивает. Если бы я сейчас всё это погладила, то было бы уже темно. И тогда бы вообще ничего не получилось заснуть. На свой страх и риск я решила заказать джинсы чёрные вот такие вот с дырками. И я, конечно, удивилась, но я не прогадала. На меня идеально эти джинсы сели. Единственное, что они мне, конечно, казались немножко коротковаты. Я высокая, 175 сантиметров. Эти джинсы вообще очень хорошо тянутся. А ещё такой момент, я их уже две недели ношу, и на них прилипает абсолютно всё. Вся пыль, на них всё видно. И далее две рубашки мне пришли великовато. Вот такая тоже полосатая лорская тематика. Но здесь даже вот сами руководки и широкие. И вообще она очень такая широкая, очень свободная. Короче, я её буду продавать. Мне кажется, это размер на 52, может, даже 54. Эта рубашка не тянется. Я думаю, это хлопок. И она не пахнет. В принципе, здесь строчки все ровные. То есть она так-то хорошо сшита. Жалую, конечно, что она мне великовата. А так бы носила с удовольствием. Ещё она очень длинная. Далее вот такая тёмно-синяя рубашка. Она с длинными рукавами. Вообще непонятно, то ли они длинные, то ли короткие. Они мне коротковаты, поэтому мне больше нравится подворачивать. Здесь открытые плечи, погалённые. Она на пуговичках. И сама ткань мне здесь не очень понравилась. Она такая шуршащая. Но это точно не хлопок. Я не знаю, как правильно она называется. Но она мне большевата. Поэтому эту я тоже отдам и не продам. Она тоже длинная, кстати. Мне нравится. Мне кажется, она классно смотрится с этими чёрными джинсами. И вообще, с чёрными джинсами все рубашки можно носить классно. Ссылки на все эти вещи я оставлю внизу под видео. Заглядывайте. А на этом всё. Вы были на канале Анастасия и Флешка. И всем пока-пока! Всем огромный привет! И сегодня я вам покажу свой заказ с китайских сайтов RomVishen, если я правильно называю. Мне пришло 5 вещей, 4 рубашки и 1 чёрные рваные джинсы. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Заказывая вещи с китайских сайтов, вы всегда рискуете получить не то, чего ожидаете. И своего рода это всегда игра в рулетку. Поэтому я заказала 4 почти одинаковых рубашки в надежде на то, что хотя бы... Я думала, конечно, это будет немножко по-другому смотреться. Но ничего, мне понравился ещё вот этот воротник такой красивенький. И рукава здесь на пуговичках. Вот так это выглядит. Ткань не тянется. Это хлопок, я думаю. И она, кстати, немножко просвечивает. Если бы я сейчас всё это погладила, то было бы уже темно. И тогда бы вообще ничего не получилось заснуть. На свой страх и риск я решила заказать джинсы чёрные вот такие вот с дырками. И я, конечно, удивилась, но я не прогадала. На меня идеально эти джинсы сели. Единственное, что они мне, конечно, казались немножко коротковаты. Я высокая, 175 сантиметров. Эти джинсы вообще очень хорошо тянутся. А ещё такой момент. Я их уже две недели ношу. И на них прилипает абсолютно всё. Вся пыль. На них всё видно. И далее две рубашки мне пришли великовато. Вот такая тоже полосатая. Морская тематика. Ну, здесь даже вот сами руководки широкие. И вообще она очень такая широкая. Очень свободная. Короче, я её буду продавать. Мне кажется, это размер на 52, мало ли даже 54. Эта рубашка не тянется. Я думаю, это хлопок. И она не пахнет. Одна мне понравится. И это случилось! Ура! Вот эта рубашка села на меня просто идеально. Она голубенькая. Мне понравился и цвет, и ткань. Она не пахнет. И здесь она на заклёпочках. Здесь вот такие вот рукава тоже тут заклёпки имеются. И можно их также ещё вот так вот подогнуть. Короче, вот эта рубашка мне очень понравилась. Она на меня прям идеально села. А ещё мне понравилось, что эта рубашка не короткая, а такой длины, как раз какой я и хотела. Далее вот такая полосатая рубашечка. Мне понравилось, что здесь открытые плечи. Я давно такую хотела. Здесь вот такие вот банты. Шикарные! В принципе, здесь строчки все ровные. То есть она так-то хорошо сшита. Жалоба, конечно, что она мне великовата. А так бы носила с удовольствием. Ещё она очень длинная. Далее вот такая тёмно-синяя рубашка. Она с длинными рукавами. А вообще непонятно. То ли они длинные, то ли короткие. Они мне коротковаты, поэтому мне больше нравится подворачивать. Здесь открытые плечи. Оголённые. Она на пуговичках. И сама ткань мне здесь не очень понравилась. Она такая шуршащая. Но это точно не хлопок. Я не знаю, как правильно она называется. Но она мне вот большевата. Поэтому...